Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и их описание по книге великий музей мира Ричард Косвей. Шкатулка с миниатюрным портретом монахини. 1775 год. Дерево, слоновая кость, акварель. Представленный портрет молодой женщины в монашеском одеянии с прямым выразительным взглядом, огромный глаз и живым миловидным лицом выполнил знаменитым английским художником-миниатюристом Ричардсом Косвеем. Миниатюры супругов Косвеи, жена Ричарда Мария, также была миниатюристой, имели огромный успех в английском обществе конца 18-го, начала 19-го века. На них были запечатлены многие известные представители аристократической элиты времен скандального правления Георгия III. Существует множество легенд о жизни этой знаменитой пары. Полный галантных приключений в духе романа Шадерла де Лакто «Опасные связи». Ричард сделал блистательную карьеру и был не только одним из самых модных художников, но и законодателем мод светской жизни Англии этого периода. В 1771 году его избрали в Королевскую академию. В 1786 назначили главным живописцем принца Уэльского Георга, позже Георгия IV. Дом супругов Косвей на улице Пэл-Мэл был одним из самых известных салонов Лондона, где по вечерам собирался весь цвет аристократии и художественной богемы. Техническое совершенство работ Косвея, а также сочетание обаяния и вызова в трактовке портретируемых, хорошо передают атмосферу элегантного светского общества эпохи школы злословия. По словам современника-живописца, художника и критика Уильяма Хезлета, его миниатюры не были в моде, они были модой сами по себе. Вот такое описание к работе Ричарда Косвея, шкатулка с миниатюрным портретом монахини, 1775 год, дерево слоновой кость, Описание по книге Великий музей мира. Пока-пока, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова